Всем добрый день, меня зовут Федотов Андрей, я являюсь сотрудником Института системного программирования. Сегодня я хочу рассказать и показать вам систему KASR, которая позволяет анализировать коридом файлы и составлять отчеты об ошибках. Сначала я расскажу немного о том, как это происходит, а потом мы с вами запустим, посмотрим на трех примерах, которые я подготовил. Итак, для чего нужно вообще анализировать ошибки? Ну, во-первых, не все ошибки могут быть исправлены на стадии тестирования программного обеспечения. Они так или иначе проявляются во время эксплуатации у конечных пользователей, и поэтому нам нужно собирать отчеты об ошибках и управлять их разработчикам. Также пользователь или разработчик не всегда в состоянии воспроизвести эту ошибку по разным причинам. Либо ошибка сложно воспроизводится, либо там пользователь не может передать входные данные и так далее. Всякие вещи, которые связаны с характером обработки информации какой-то. То есть не можете передать. Ну, а также, если большой диплоймент и масштаб распространения программ, автоматический анализ отчетов об ошибках позволяет упростить и ускорить их исправление. В двух словах, что такое CoreDump, да, он собой представляет содержимое рабочей памяти процесса и содержит всякую полезную информацию. В том числе, значение всех регистров для каждого потока, информация об исключении, то есть что привело к аварийному завершению, ну, а также строку запуска и карта загруженных модулей. Ну, помимо еще, конечно, там всякая полезная информация присутствует. Вот я привел такую основную вещь. Важный момент, что CoreDump сохраняется в формате ELF. То есть для чтения и последующего анализа нам нужен парсер ELF-LIF. Вот. И начиная с версии ядра 2.6.19, CoreDump можно передавать на стандартный поток ввода программ. Собственно, на этом и основывается анализ, автоматический анализ CoreDump. Да, помимо этого, я хотел бы сказать, что какие аналоги вообще существуют для анализа отчетов об ошибках. У Windows есть, начиная с Windows XP, большая система, которая называется Windows R Reporting. Она, собственно, включает в себя вещь, которая собирает, формирует это отчеты об ошибках, да, собственно, о чем речь сегодня и пойдет. И большую сторону бэкэнда, да, которая эти ошибки от конечных пользователей получает, сортирует, обрабатывает уже разработчикам, передает. И, как вот показывает, всякие работы, связанные по вот этой большой системе, публикации, показывают, что это очень полезные вещи и позволяют много ошибок исправить. Я же сравниваться буду с системой Apport, которая используется в Ubuntu для составления отчетов об ошибках. Ну, чуть подробнее про нее расскажу. Она чем-то похожа на касса. Итак, схема работы. Давайте рассмотрим. Ну, понятное дело, что нам на вход дают CoreDAMP файл, и мы начинаем его разбор. Вытаскиваем полезные структуры, да, по которой я говорю. Структура PR, PSInfo, это как раз структура со всеми регистрами для каждых потоков. Очень важная вещь для анализа, да. PRStatus — это структура со статусом. С статусом процесса, в том числе, там можно оттуда забрать строку запуска и разные информации там о том, что происходит. Тоже полезная вещь. Мы это в дальнейшем будем использовать. Незаменимая вещь — это информация сигнала. Собственно, на основе этого как раз-таки будет строиться дальнейший анализ. Мы эту структуру тоже парсим. Карта загрузанных модулей нам тоже необходима. Ну и, конечно же, потом мы извлекаем стэк-вызов при помощи отдельной библиотеки, которая называется Libonline. Он тоже будет использоваться при дальнейшем анализе. Ну и, понятное дело, что стэк-вызов — это, наверное, первое, на что смотрят разработчики, когда видят у себя краш. Ну, по крайней мере, я точно так делаю, да и многие мои знакомые так делают. Вещь крайне полезна. Вот. И ключевое отличие кассер от аппорт — это то, что в кассере есть оценка критичности. То есть можно понять, какие ошибки более критичны с точки зрения безопасности. И, соответственно, их нужно исправлять в первую очередь. Вот эта вот вся извлеченная информация, она как раз отправляется дальше на оценку критичности. И в зависимости от типа исключения мы делаем следующий анализ. Сначала мы на него смотрим. Вот. Если, например, это исключение доступа к памяти, да, то мы как раз-таки анализируем инструкцию, на которой оно произошло. То есть в зависимости от этой инструкции мы можем сделать вывод. Например, если это инструкция передачи управления или записи памяти, мы считаем, что это критично. Аварийное завершение, то есть мы в одном шаге от перехвата потока управления. Например, если вы на инструкции вызовы или возврата, да, аварийное завершение произошло, то, понятное дело, что вот чуть-чуть и уже можно перехватить поток управления. Это эксплуатируемое аварийное завершение опасное. Если, например, инструкция чтения из памяти, то здесь как раз происходит дополнительный анализ, который ниже поставлен. Это легковесный тент-анализ. Мы попытаемся понять, если мы контролируем вот это память, значение адрес памяти, который мы можем читать, соответственно, делаем предположение, что мы контролируем прочитанные значения. Если вот это вот значение как раз-таки может попасть в инструкцию передачи управления или записи память, то мы поднимем это аварийное завершение до более критичного. Ну а также, собственно, мы еще анализируем стак вызовов. Например, если это у нас был сигнал какой-нибудь аборт, мы можем понять, это канарейка у нас, локатор куча сработал и так далее, и сообщить об этом вот в отчете. Помимо анализа кури-дампов, мы еще и извлекаем информацию из системы, анализируем процесс. Ну, понятно, собираем информацию о самой системе, о пакете, которому исполняемый файл у нас принадлежит. Ну и также важное отличие от системы Apport, то что мы обнаруживаем открытые соединения сетевые и файлы. Для чего это нужно? Ну, это как раз-таки может помочь установить причину аварийного завершения. То есть, если у нас будет список файлов, которые открыты, и сетевых соединений, можно там по ним пройтись и посмотреть уже, и понять, может быть, из-за обработки этих файлов или сетевых соединений произошел тот самый крэш. Ну и в дальнейшем на основе этого можно сделать какую-то реакцию для критичных аварийных завершений. То есть автоматическую. Блокировать файлы, сетевые соединения и так далее. Немножко о оценке критичности. Выделяется три группы классов аварийных завершений. Это эксплуатируемые, о которых я только что говорил, которые напрямую почти что сразу нам позволяют прихватить поток управления. Ну это инструкция вызова и возврата, если там крэш произошел. Или мы уже передали управление, но не смогли декодировать, выполнить инструкцию, потому что нет доступа по этому адресу на выполнение. Это уже свидетельствует о том, что уже, по сути дела, перехват потока управления произведен. Они опасны. Потенциально эксплуатируемые аварийные завершения – это те аварийные завершения, которые требуют несначительных действий для проверки от аналитика. Ну, например, по указателю, из-за которого произошел доступ при чтении, из-за которого аварийные завершения произошли. Такие ситуации можно считать потенциально эксплуатируемыми. То есть тот алгоритм, который я рассказал, он действует в пределах базового блока, потому что он достаточно легковесный. В дальнейшем, конечно, его можно расширить на внутрепроцедурный анализ, но, собственно, если алгоритм автоматически смог определить, что наше считанное значение попадает в инструкцию возврата вызова или записи в память, то она автоматически поднимется до эксплуатируемого класса аварийного завершения. А если нет, то, собственно, она останется потенциальным эксплуатируемым аварийным завершением. Аналитика уже сам может проверить. И третий тип аварийного завершения – это отказы от обслуживания. Их можно разделить как бы на два типа. Это те, по которым понятно, что аварийное завершение здесь маловероятное. Ну, типа, например, деление на нулю, разуменование нулевого указателя. Здесь эксплуатация с перехватом потока управления, ну, просто маловероятна. Либо такие аварийные завершения, для которых требуется серьезный ручной анализ, чтобы уже выявить, критично оно или нет. Используя trial, например, и так далее. Вот такие классы. Какие авторнативные сценарии применения CASER могут быть? Это у нас включить можно в состав хостовой IDS с целью автоматической реакции на попытки эксплуатации с внедрением кода. Ну, как я рассказал, если у нас там север, например, крышанулся, что мы сейчас и посмотрим как раз на примерчиках. Крышанулся с эксплуатированным типом, да, можно автоматически там обрубить эти сетевые соединения, откуда идет атака. Наверняка там он уже пытается перебрать там всякие канарейки обойти или роб использовать и так далее. То есть не всегда с первого раза там попытка эксплуатации успешно идет, а вот мы можем это уже сразу обрубить. Ну и другой вариант, это мы можем наоборот в ханепод поставить, чтобы исследовать известные атаки и потом уже делать сигнатуры для вот этих вот крышей. То есть, ну, известные или неизвестные на самом деле. То есть у нас нет поков на эти примеры, но мы видим, как он крышится, да, и по вот этому характеру можно попытаться сделать какие-то сигнатуры. Пару слов о реализации. То есть написано языки Rust. Используется вот три таких основных компонента. Библиотека для размотки стека, либо онлайн. Также для нее я сделал биддинг, которые в открытом доступе. Вот. Используется также капстон, ну, понятно, для дизасемблера. И парсер RL файлов для разбора кури-дамп. Поддерживается анализ от архитектуры X86 и ARMv7. Ну, исполняемый файл. Сам анализатор можно собрать полностью статически, ну, чтобы облегчить какую-то вот его дистрибьюцию на системах, которые, ну, на более, так сказать, широко распространять его для таких систем, где не так все легко с зависимостями и так далее. Вот. Собственно, на этом у меня примерно все по тому, как он работает. Давайте перейдем к экспериментам. Показывать я хочу на трех уязвимостях. Первое это вот про уязвимость в Nginx. Достаточно как бы старая, но она репрезентативная. Здесь у нас приполнение буфера на стеке эксплуатированное. Вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Для этого я этот уязвимый Nginx поставил в Astro. Там, естественно, как бы нормальный Nginx стоит без этой уязвимости, но я вот поставил уязвимый, чтобы можно было это все продемонстрировать. Так, сейчас. Виртуалка там у меня немножко застыла. Подождем. И посмотрим. Ну вот, да. Отлично. Так, залогинились. Будем... Открываем терминал сейчас. Будем эксплуатировать ее по сети. Так, где-то я уже забыл терминал. Так, 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 наверное. Вот, системная. Вот. Там я тут куча примерчиков. Вот папочка Nginx. Сейчас будем запускать. Вот у нас две сетевые карты. Вот это вот наш 11-й IP-шник с виртуалкой. Откуда я буду атаковать? Они в одной сети. Сейчас я тут тоже залогинюсь. Так. Давай, давай, давай. Так, я запускаю пока Nginx, чтобы... Ускорить наше дело. Так, а, забыл сказать, чтобы для анализа CallStack нам понадобится, нужно разрешить сохранять CoreDump. Ну, я это сделал по аналогии с саппортом. Так-то у меня все равно, даже передавая через пайп, да, я контролирую запись CoreDump, CoreDump на диск, но пользователь может не хотеть записывать CoreDump, там, диск экономить и так далее, поэтому я вот решил сделать так, чтобы пользователь явно указывал, что позволяет сохранять CoreDump на диск. Это для анализа CallStack нужно. Так-то все равно анализатор будет работать, но CallStack у него не будет. Терминал. Все, Nginx мы запустили, кассер там стоит на анализе, ловит. Вот, здесь вот как раз... Вот, у нас здесь 9-й IP-шник мы видим, да, там у нас 11-й. Сейчас западем посылать. Запрос 192... Так, 192, 168, 11, да, 80-й порт и там файлик. Ну, это специальный клиент написан, который его украшенят. Отчет сохраняется в Warcrash. Да, мы видим, здесь у нас Nginx есть. Ну, опять с предыдущих запусков тут что-то не удалял, но вот Nginx, видно, что он только что свежий, да, там по времени все совпадает. Поэтому тут все без обмана. Давайте посмотрим. Отчет, кассер клим. Это утилита для просмотра. Отчет сохраняется в JSON, что удобно для дальнейшего автоматического анализа. Ну, JSON все-таки можно как-то прендерить покрасивее. И я написал тоже на Rust такую вот штучку просмотровщика. Вот сразу под Severity Class Exploitable, да, бинарничек наш. Дистрибутив флос, версия. Executable паз здесь. Понятно все. Вот открытый файл. Тоже одна из фич. Ну вот, что самое важное. Мы его как раз таки и видим, что откуда у нас пришло соединение. Вот с девятого айпишника. То есть вот кто у нас и атаковал. И тип атаки, exploit его, return all. Очень-очень-очень опасно. И кусочек stack trace. То есть вот эта функция. Потому что дальше он, так что перезапись там уже, как бы я его обрезал на самом деле специально, чтобы не захламлять. Потому что дальше там он покарабченный, да. Но вот это, собственно, внутренняя функция, где все и произошло. Вот она есть. Вот такие дела. Еще раз повторяю, да. Перезапись адреса возврата, return all. Можно посмотреть кусочек ассемблера. Вот мы как раз видим, что мы на рейте. Состояние регистров. Ну, по ним видно, что что-то перезаписалось. У нас stack smashing произошел. И вот айпишник. Собственно, вот эта информация можно, ну, понятно, разработчикам полезна. И вот для того, чтобы как-то на это реагировать. Отлично. Так, я удалю, пожалуй, вот эти вот отчеты, чтобы старые свои. Чтобы не смущать. Так, с этим мы закончили. Теперь давайте другую вероятность. Это сквид. Здесь каширующий прокси-сервер. Здесь настройка, она чуть посложнее, чем просто запустить сервер и отправить один запрос. Здесь нужно запустить, правильно настроить сквид, правильно сделать сервер, который кашируется за счет сквида, и обратиться к веб-странице. Ну, это все не очевидно было. Я попросил, конечно же, своих коллег, которые занимаются сетевыми технологиями, по-моему, построить, настроить этот сквид. Почему я так загорелся? Потому что когда я вот скачал этот дистрибутив Астры там в конце лета, искал известные уязвимости, которые не были закрыты, как раз вот конкретно в этом дистрибутиве Астры, я вот раскрылся на сквид, который по версии там все совпадало, и я решил это проверить. Вот с помощью своих коллег я проверил и заодно протестировал кассер. Так, давайте это сделаем. Так, папочка CVE. Здесь у нас сервер SSH. Это тот сервер, который мы кашируем. На питончике там написано. Это все как мы любим. Запускаем его. Запустили. Запускаем, запускаем сквид. Так, и на всякий случай у нас его еще раз улимит. Что call stack нам здесь как раз очень важен. Это мы сейчас увидим. Почему? Кат тест сквид целые. Таким образом он запускается. Да, важный момент, что надо специально еще сказать сквид, чтобы он сохранял коридамп через системы, а не как-то там по-другому. Он может сам это все как-то обработать или запретить. Это я в подробности не вдавался, но вот нужно с специальными параметрами его сделать. Не все программы могут эти коридампы отдавать. Вот, запускаем сквид. Вот он у нас стартанул и нужен браузер. То есть мы видим, что он тут у нас что-то кэширует. Он 8081, да? Вот это вот эта вещь. Нужен браузер, чтобы его крышануть. Так, странирую, так, 127. Корт на самом деле 8081. Так, я наступал. Да, вот аварийная остановка, отлично. Сквид упал. Да, там есть любые уязвимости, там есть интересно будет, потом расскажу, там что-то вот, сервер, который... То есть мы посылаем, сервер посылает запрос сквиду, и вот как раз этот запрос, конечно, то есть как бы сервер является штукой, которая крэшит сквид. Вот так вот. War crash. Видимо, вот у нас кассрип есть. Давайте его смотреть. Кассиркри. Так, нотекс по это был, мы видим сразу. Сквид. Да, пакетик у нас там указан. Ну, понятно дело, астра, та же самая, как запускали. Вот строки. Шерен мемч какой-то есть тут. Вот, что важно, опять сетевые соединения. Видим, что 9000-ый порт, а на этом порту как раз и висит наш сервак, который вот, собственно, и отправляет вот эти соединения, отправляет сквиду запрос, да. И видим, что у нас здесь стек-гвард, то есть канарейка сработала. И тот самый стек-трейс, который нужен для вот анализа сигналов типа аборт. Без него дальнейшая классификация как бы без стек-трейс не размещается. Фортифай сорс, аборт у нас вызвался, да. И вот куча-куча функций уже самого сквида. Ну, они не мангленные, да, не демангленные, вот такие функции. Пэккедж, пэккедж сквид, версия и description. Вот такие вот вещи. Ну и понятно, почему у нас нотекс в этого, потому что здесь перехвата потока управления нет в этом крыше, да. У нас сработала канарейка. Ну, в принципе, по желанию там пользователей, типа вот эти классы аварийных завершений, которые, понятно, да, как они организуются, их можно по разным группам распихать. Я распихал так, как вот считаю сам нужным, и это было связано с автоматической оценкой критичности, да, для подтверждения этих вещей. Ну и, в принципе, то есть мне кажется, что конкретно это аварийное завершение, оно не эксплуатируемое, и поэтому оно нотекс поэт. А вот предыдущее, которое мы видели, да, вот оно эксплуатируемое, потому что мы уже в шаге от перехвата потока управления. Собственно, вот такие вот дела. Двигаемся дальше. Последнее, что я хотел в этом видео показать, это другая ошибка, которая также вот была не закрыта на момент того, когда я это все тестировал. Это в fmpeg. Деление на ноль. Все просто классно. Давайте его посмотрим. Так, вот у меня есть CAD. Вот таким образом оно запускается. ЦВЕ, так. Вот, собственно, мы и Crash видим. Да, fmpeg. Опять используем caster.ly. Вот, нотекс поэта была, естественно. Это же деление на ноль. И вот, стактрейс есть. Есть деление на ноль. Собственно, есть пакет. Все, да, как мы. Ну и Astro, и командная, командная строка. Вот, да. Файлов, видите, никакие мы не читаем. Кроме, где канал, да? Это что же файл Linux все-таки. Вот, потому что ничем мы туда не передавали. Прям крышили его вот прям вот так. Вот. Ну, вот это как-то так. Ну, еще могу продемонстрировать, что все-таки это у нас JSON. Давайте я лес открою, чтобы было понятно, что все эти отчетики можно анализировать потом автоматически, распарсив JSON. Да, вот видите, здесь куча всяких информации такой. Типа словарик. Вот они здесь идут. Все это в формате JSON сохраняется. Вот мы и видим. В MPEG и так далее, и так далее. Ну, собственно, все, что я хотел показать на этом видео. У меня еще есть примеры. Если потом кому-то интересно будет, я могу все детально объяснить, рассказать, как это все уже работает. Ну, а так вот показал преимущество системы кастера, и что она позволяет обнаружить. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.